В эфире программа «Закон и порядок». Здравствуйте! Мы рассказываем о работе правоохранительных органов Витебской области. Раскрыть преступления по горячим следам возможно только в случае скорейшего сообщения в правоохранительные органы, говорят сотрудники оперативно-дежурной службы. Ежедневно на пульт дежурного УВД поступает порядка двух сотен звонков. Каждое сообщение регистрируется и не остается без внимания правоохранителей. Продолжение темы в нашем первом видеоматериале. Когда говорят «я позвоню в милицию», имеет в виду всем известный номер 102. Именно сюда, в отдел оперативно-дежурной службы областного управления внутренних дел, в первую очередь стекается вся информация о предполагаемых или уже совершенных преступлениях и правонарушениях. Незамедлительно сообщение передается дежурным нарядам, которые в любое время суток готовы прийти на помощь. А вот как быстро будет установлен и задержан злоумышленник, во многом зависит от временного фактора. Имеется в виду время, прошедшее после совершения правонарушения. И чем оно короче, тем больше шансов. Также возрастает вероятность наказать правонарушителя, если имеются хоть его какие-то приметы. Оперативно-дежурная служба работает в курсослуженном режиме и также служба милиции 102. Все сообщения, которые поступают от граждан, они будут приняты в полном объеме. Достаточное количество линий, которые обеспечивают принятие данных сообщений и днем, и ночью. Значит, ни одно сообщение не останется без внимания. Также хотелось гражданам напомнить, что чем меньше времени проходит с момента совершения правонарушения, и до того момента, когда гражданин обращается в органы внутренних дел, тем наибольшая вероятность установить правонарушителя и в дальнейшем привлечь его к установленным законам ответственности. Поэтому хотелось бы обратиться гражданам в том случае, если были нарушены их права, либо они стали очевидцами или свидетелями нарушения прав третьих лиц, либо стали свидетелями совершения правонарушения, чтобы они обратились на телефон специальной линии 102. Хочу напомнить, что звонки с городского и с мобильного телефона бесплатные, и сообщили нам о совершении правонарушения. Постарались запомнить приметы правонарушителей, если использовалось транспортное средство, марку, модель транспортного средства, направление, в котором скрылись они, и где-то оказать содействие правоохранительным органам в задержании данных граждан и в дальнейшем привлечении к установленным законам ответственности. И все это при условии слаженной и оперативной работы правоохранителей. И если не мешать, таковой она будет оставаться всегда. Но далеко не все граждане это понимают. Иначе, как объяснить большое количество так называемых ложных вызовов? Это когда пытаются обмануть, либо обращаются, как говорят, не по адресу. Следует помнить, что за ложный вызов предусмотрен штраф в размере 15 базовых величин. А за повтор или в течение года сумма уже возрастет до 50 базовых. Нужно понимать, что время прибытия на место преступления строго регламентировано. Временные рамки у нас установлены в соответствии с приказом ведомственным нашим и в зависимости от степени тяжести правонарушения. То есть если на административное правонарушение время прибытия у нас в городе до 15 минут, то на преступление в зависимости от времени, с какого времени прошло преступление, значит, у нас до 10 минут прибытия. Если преступление прошло больше уже часа, то время прибытия, временные рамки, конечно же, увеличивается. Подытожим. Правоохранители готовы прийти на помощь всегда. При условии, что им не будут мешать заниматься своими прямыми обязанностями. В этом году на территории Витебской области возросло количество краж и угонов автотранспорта. И хотя цифры не критичные, тем не менее ситуация требует пристального внимания правоохранителей. Наиболее подвержен этим правонарушениям Полоцкий регион. Говорят, что по прибыли после торговли оружием и наркотиками криминальный автобизнес занимает третье место. Присутствуют подобные правонарушения и на территории нашей области. Как говорят оперативники, в последнее время обстановка с кражами и угонами авто стабилизировалась. Даже по отношению к ситуации, которая складывалась всего несколько лет назад. Когда на территорию Беларуси приезжало очень много автомобилей из Российской Федерации. Среди них было немало машин с криминальным прошлым и так называемых двойников. Сейчас стало спокойнее в этом отношении. Тем не менее, данный вид криминального бизнеса имеет место быть. О кражах и угонах автотранспорта сообщают СМИ. Да и оперативные сводки правоохранителей тому подтверждение. На территории Витебской области в 2017 год совершено 15 краж автомобилей. Из которых на данный момент 4 остаются нераскрытыми. Наиболее подвержено данному совершению преступления это Полоцкий регион. Где в настоящее время сейчас совершено 6 краж автомобилей. Также на территории Витебской области совершено 19 угонов автомобилей. Из которых один остается нераскрытый. Оперативники говорят, что занимаются криминальным автобизнесом люди из разных слоев общества. Соответственно и цели у них в этом черном деле разные. В основной массе преступления совершают ранее судимые, которые с целью покататься на данных автотранспортных средствах или с целью дальнейшей их разборки. В мае в месяц за совершение серии преступлений задержан житель Полоцкого района, причастность которого установлены к четырем фактам краж автомобилей. Также просматриваются случаи хищения дорогостоящих автомашин марки Тойота. В настоящее время на территории Витебской области совершено две кражи, одна из которых раскрыта. Одна кража совершена в городе Витебске. В ходе проведенных мероприятий машина обнаружена на территории Московской области. В отношении местонахождения второй автомашины не установлено. Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Безусловно, правоохранители будут искать украденное или же угнанное авто и приложат немало сил и умений, чтобы работа принесла положительный результат. Только вот и самим автолюбителям не лишним будет в первую очередь позаботиться о сохранности своего имущества. А способов, как известно, немало. Ровно 105 лет назад в Великобритании впервые была применена дактилоскопическая экспертиза для идентификации личности преступника. Из тех времен в анализе отпечатков пальцев мало что изменилось. Две важные составляющие – черный порошок и внимательность эксперта. Особенности ведения дактилоскопического учета и качества экспертиз обсудили в Витебске. Исследование отпечатков пальцев – одна из криминалистических экспертиз, которая помогает правоохранителям найти преступника и доказать его причастность к правонарушению. В прошлом году судебные эксперты исследовали более 2,5 тысяч следов рук, что нашли при осмотре мест преступлений. В 75% случаев установлено совпадение и подтверждена причастность подозреваемых к совершению преступлений. На детальный анализ пальчиков опытному эксперту необходимо всего несколько часов и никаких дорогих реагентов. База данных поможет найти совпадение. Однако многое зависит и от скрупулезности самого эксперта. Изучение новых методов исследования, отработка навыков позволит избежать ошибок при проведении дактилоскопических экспертиз. Дактилоскопия и дактилоскопический учет в частности – это достаточно большое подспорье для работы правоохранительного блока страны в целом и международного сообщества. В том числе и по выявлению и установлению идентификации личности преступника, либо розыску преступника, установлению лиц без вести пропавших, либо неустановленных трупов. То есть это отрасль, которая позволяет решить такие вопросы. Учитывая сегодняшнее состояние и террористические угрозы, когда преступность транснационально передвигается, перемещается достаточно свободно, наши базы позволяют решать и успешно решать эти задачи и помогать с прохранительному блоку нашей страны. Закон о государственной дактилоскопической регистрации предусматривает две формы учета – обязательную, которой подлежат призывники, военно обязанные, работники опасных производств, медики и добровольную, когда оставить свои отпечатки пальцев в базе данных может любой гражданин. Достаточно только обратиться с заявлением к специалистам. Витебское предприятие котельных и тепловых сетей стало победителем городского смотра конкурса на лучшую организацию работы по охране труда. Всего в разных номинациях лидерами признаны 9 предприятий и организаций областного центра. Их наградили в горосполкоме. Причиной стал Всемирный день охраны труда. Оператором котельной Сергей Тихоненко работает около 5 лет. Рабочий день всегда начинается с медосмотра и проверки на алкотестере. Смена 12 часов. Бытовые условия на уровне. Есть где переодеться, пообедать и принять душ после работы. Инспектор по охране труда в котельной частый гость. Инструктаж по технике безопасности и противоаварийные тренировки каждый месяц. Котельную подсменно обслуживают 16 человек. И это сейчас оператор контролирует работу автоматизированной системы. Еще пару лет назад здесь стояли котлы на дровах. Мы за смену сжигали по 15 кубов дров. Это было очень тяжело вдвоем. На забросе дров открывали топку. Там был открытый огонь. Забрасывали туда дрова. Оттуда могло выскочить пламя в лицо. Что угодно там могло было произойти. Ну, теперь, конечно, все щипа подается автоматически. Все безопасно. Модернизация и вот нового оборудования – один из показчиков работы по охране труда. И Витебское предприятие котельных и цепловых сетей здесь имеет успех. Автоматизированная система сделала работу персонала более безопасной. Поэтому и случаев производственного травматизма здесь нет. А это, кстати, еще один показатель эффективности работы по охране труда. За 2016 год на предприятии, на охрану труда затрачено 295 тысяч деминированных рублей, что составляет 4,5% от фонда оплаты труда. Средства, израсходованные на охрану труда, у нас идут на закупку средств индивидуальной защиты, на закупку дезинфицирующих средств для работников, для обучения работников. Также выплаты компенсации на молоко, компенсация за работу во вредных условиях. Городской конкурс на лучшую организацию работы по охране труда проводят уже 10 лет. На этот раз заявки подали около 200 предприятий разных форм собственности. Победители – организации, в которых отлично понимают, что охрана труда – это безопасность людей. В прошлом году уровень производственного травматизма по области вырос вдвое. Зафиксировано более 40 случаев. Большой удельный вес, около 30%, занимает травматизм, связанный с дорожно-транспортными происшествиями. Есть, конечно, травматизм, связанный с неосторожностью самого сотрудника, падение на скользкой территории, ну и другие моменты. Но есть, конечно, и случаи несоблюдения правил, норм техники безопасности при работающем оборудовании включенном. Лучших в организации работы по охране труда выбирают в трех номинациях, в том числе и в непроизводственной сфере деятельности. В этом году ими стали Витебскоблнефтепродукт, Центральная городская поликлиника и Медуниверситет. На этом, уважаемые телезрители, наша программа завершена. Я, ведущий Вадим Лопатинский и творческая бригада, говорим вам всего доброго. До встречи через неделю. Смотрите «Закон и порядок». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова